8 июля страна отмечает относительно новый праздник – День Семьи, Любви и Верности. В Чебоксарах сегодня открыли памятник покровителям брачных союзов. День Семьи, Любви и Верности, который должен стать нашим ответом к Дню Святого Валентина, внесли в список государственных праздников 8 лет назад. Его символами стали белая ромашка и православные святые Петр и Феврония. Они прожили вместе много лет, умерли в один день и были похоронены в одном гробу. В памятнике этим святым уже появились более чем полусотни российских городов. В Чебоксарах его установили напротив Свято-Троицкого мужского монастыря на пересечении улиц Константина Иванова и Московской набережной. Люди будут приходить, молиться, брать благословение на браке. И будет благословение Божие на браке, чтобы не было разводов. Хочу сказать или просто напомнить вам слова чувашского просветителя Ивана Яковлевича Яковлева, который сказал очень мудрые слова и он подчеркнул, как заветы даже народа Чувашии. Он сказал, берегите семью. Семья – опора народа и государства. В семейном счастье – это защита от истинных жизненных испытаний. Вот эти дорогие слова на сегодняшний день мы ценим, помним. На празднике мы встретили настоящую февронию. Раньше своего редкого имени женщина стеснялась. Теперь носят с гордостью. Со своим Петром они жили недолго. Супруг рано умер. Но любили друг друга. Молодым женам я желаю, чтобы они друг друга понимали, что жили дружно, любили и долго-долго жили, как Петр и Феврония. С тех пор, как с памятника сдернули покрывало, не прошло и часа, а мы уже насчитали вокруг три пары молодоженов. Я знаю, что Феврония была умная и следовала всегда за мужем. И поэтому я буду примером для меня именно вот этот праздник. Многие из тех, кто сегодня собрался у памятника Петру и Февронии, и сами примеры для молодоженов. Например, глава столицы Чувашии с супругой. Мы уже долго, около 25 лет вместе живем. И для нас важно тоже, в первую очередь, семейные ценности. Мы говорим, что мы вместе учились, мы по одной специальности вместе. И, конечно же, вот у меня в трудные времена семья меня очень крепко поддерживает. Поддерживает супруга, поддерживают дети. Это очень важно. По легенде, когда Петр собрался жениться на простолюдинке, окружение осудило его поступок. Когда сильно насмехались над самим Петром, вот в момент решения, когда он собирался жениться, материализовался из воздуха ангел. И все окружающие увидели, что это неспроста, это не просто так. И вот этот момент, когда ангел материализовался у нас на памятнике. И теперь в городе Чебоксары есть свой ангел. Ангел-хранитель, который над всеми семьями будет летать. Но днем он стоит, а ночью он будет летать и охранять все семьи. Наверняка Чебоксары не единственный город, где сегодня точно так же открыли памятники этим святым. По всей стране пройдут разные мероприятия. Впрочем, в некоторых городах, например, Кургане и Москве, праздника знаменуются не только торжествами. Там семейные пары в этот день не смогут расторгнуть брак. Что ж, кто знает, может быть, за выходные они передумают. Ольга Бырочкина, Олег Якимов, Республика.